а добрейший вечерок мои уважаемые посетители канала мне становится более интересно работать подтянулся народ который знает хочет может имеет опыт и вот так сказать намеки не просто так не проведешь и вот смотрите я сейчас хочу с вами поговорить об аллергии я беру на яндексе подбор слов набираю слово аллергия на показал в месяц то есть люди интересуются 2 миллиона 78 тысяч пятьсот восемьдесят три хотя и плюс там пошла аллергия после лечу аллергию ренит капли в нос капли в глаз зодок комару куст ну и прочее 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 разберем давайте аллергию так сказать кратко но без всяких так сказать затяжек и четко и четко главное сделаем понимаете сделаем четко и ясно чтоб каждому так сказать дитю дошло светлана пишет вы делаете благого дела и огромное спасибо вам для меня вы наставник и вдохновитель мне 50 лет то есть этот человек уже с головой голодала 30 дней 30 дней июнь 2001 года вот свежачок и думала с ней очень удачно так как все это время готовила для мамы еду в идеальном варианте конечно чтобы и запахи не попадали тогда работает на эти на все 150 процентов но тем не менее когда человек голодает хотим мы того не хотим процессы голодания запускается в той или иной мере и голод 30 дней 30 суток он тем не менее делает свое дело он его делает а именно тут и желудочно-кишечный тракт очищается тут и печеночка очищается почему печеночка очищается потому что говорят что она обновляется за две недели клетки а тут мы голодали сколько практически четыре недели то есть мы примерно два раза обновили клеточную массу печени все что было у клетках у клетках было печеночных все вывернулось и вышло наружу естественно была обновлена не просто круг круто она и так более-менее чисто вот была обновлена меж межклеточная жидкость лимфа и даже внутри клеточная жидкость они были обновлены заменены вышло это важно понимать что мы имеем плюс если имелись паразиты обычно где-то к 30 суткам создаются такое мощное в организме закисление создается такая мощная обстановка которая вот этих вот паразитов особенно глистов бац бац и они выходят сами клубками полуразрушенными настал август и о чудо вот на этом чуде я хочу подробно остановиться мучащая меня аллергия на амброзию лебеду полынь поленос который я страдал с 12 лет ушла с 12 лет то есть человек лечил за естественно врачей света вы можете потом свои комментарии оставить на этот видосик с 12 лет лечился подход был вот такую искали там аллергены искали вот это вот это вот это еще от этого вывод светланы голод работы для меня это невероятно это чудо а я вам объяснил в чем причина чудо теперь давайте объясним аллергия от чего возникает аллергия это мое мнение я вам рассказываю вот смотрите светлана пользовалась мнением официальной медицины которая ей говорила что аллергия того-то 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 и естественно с 12 лет практически 40 лет она ее лечила говорила что вот так вот так и лечила 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 аллергия я считаю смотрите человек подышал там амброзия лебедой там полынь и так далее то есть он получил вещества ну пыльцу которая вместе с дыханием вошла в организм человека она там лишняя она там лишняя ее организм не может побороть как-то переделать а переделывает у нас что вот вот попадает что-то с дыханием ага в кровь попала через легкие это там пошло 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 и печеночку запоминайте у печеночку попадает если печеночка у нас не печенить то есть она не может справиться с теми веществами которые имеются у нее у крови попавшие из мне значит организм стремится это все выбросить я считаю аллергия это реакция на выделение из организма лишнего в шлаков в данном случае шлаками будет или можно сказать лишними веществами несвойственным организму это пыльца амброзии лебедо полыни не свойственно на нам организм из-за того что печень уже сказал что она не может значит надо включить другие механизмы и включается вот этот универсальный механизм по выведению более того можно так сказать что то что печень не работает так как надо ну знаете вот допустим для обычной жизни нормально там поели то все походили и так далее вроде она там справляется но чуть что то такое знаете как бы лишнее и несвойственный организм пожалуйста вот на аллергическая реакция универсальная реакция на нормализацию организма аллергическая реакция нормализует организм в некоторых случаях мощно страшно неприятно путем значит сыпи путем вот этих вот слез путем и прочее 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 клетische ну кто и кожа включается. Я еще дополню, что вот такая, знаете, злокачественная, можно так сказать, мощная аллергия в организмах, и тем более долго, вот в течение, допустим, 40 лет, наблюдается за того, что там были какие-то паразиты, и они уже свое там это самое подбрасывали. Паразитами мы, как правило, не интересуемся, глисты ли, или еще там что-то там такое у нас живет, мирно, тихо, особо не мешает? Ну, не мешает, ну и ладно. Но, тем не менее, они делают свое дело, которое уже держит организм переполненных ими выделениями, которые для организма, опять-таки, чужеродны, вредны, и организм их так-так уравновешивает. И только чуть что-то еще добавляется сверху, сразу же включается вот эта мощная реакция, которая называется аллергия. И вот она пишет, голод работает, для меня это невероятное чудо, а я вам теперь объяснил, что когда организм очистился на клеточном уровне, очистился на уровне межклеточной жидкости, лимфы, она же печеночка заработала, пищеварение лучше стало, то организм все это может легко и просто сделать. Более того, иногда случаются сбои, вы знаете, вот с компьютером произошел сбой, и он начал глючить, он не работает так, как надо, а так что-то там, не работа, а мучаешься с ним, одно там что-то там, тара-та. Но, когда мы с вами перезапускаем компьютер, все это там стирается, лишнее, ненужное, и он начинает опять работать. Голод есть не что иное, как нормализация работы жизненных систем организма. Вот что-то там было, допустим, в печени, вот что-то было, допустим, токсическое в лимфе, вот что-то там было, какие-то паразиты водились, о них особо вы не знали, вот еще что-то было, вот еще что-то было. И это все вело к тому, что организм не работал, очидил, как компьютер, сбой, сбой он так вот. И только раз мы с вами, голодание, хопочки, перезапуск компьютера, человек расслабляется, успокаивается, зажимы выходят разного рода, и начинает работать. И я вам объяснил, почему вот эти вот, как так сказать, именно 30 дней дали такой результат. Далее продолжает Светлана, без ваших книг, видео, ничего бы не получилось, пусть Божье благословение пребывает с вами. Благодарю, Светланочка. Итак, я акцентирую вам, подход, если вы настроены избавиться от аллергии, то, пожалуйста, вот вам универсальное средство, которое, ну, практически во всех случаях поможет. Где-то процентов 98, я уже так по процентам вам скажу, 98-95 процентов, вот такой вот голод, тем более там амброзия, вот это вот, лебеда, полынь, это все это ерунда. Сделает, и вы будете наслаждаться здоровьем. Подход, видите, какой? 30 дней плюс выход, ну, скажем, 60 дней. И 10 лет лечения. То есть подход совершенно другой. Вам что-то объясняют, вас там что-то там берут, вы там на таблетке там тратите деньги, вы там еще на обследование тратите деньги и так далее, так далее, так далее. А вот как был, и ныне там. Вот что значит разница подхода. Поняли? И в закреплении свежий случай. Мне рассказали буквально так и сегодня. Один человек, ну, сделал прививку, ну, надо, иначе работу потеряешь. Вот он сделал прививочку, все там такое, как положено, все. Где-то денька через три возникает геморрой. Где-то вот геморрой как-то непонятно, как бы сказать, можно так сказать, ни с того, ни с чего. Геморрой? Ну, ладно. Проходит еще денька два, а там уже такая шишака, уже не до этого. Он, естественно, в больницу. Что там, что там такое? Оказалось, свернулась кровь, свернулась кровь, и не просто она свернулась вот там, в геморроидальных этих там венах, артериях и так далее, что вот такие вот шишки там пошли. Она еще где-то свернулась в толстом кишечнике, где-то еще там примерно 8 очагов, сказали, свернулись. Ну, и как бы сказать, и как помочь человеку здесь бы использовать то, что может разжижить кровь? Ну, хотя бы, хотя бы. Поставьте пиявки. Разжижают кровь? Разжижают. Пускай там вокруг очка присосутся и высосут всю эту ерунду. Как поступили врачи? Врачи начали там резать. То есть, они превратили человека в инвалида. Подход ясен? Ага, шишка, мы сейчас ее выжимем и все. А что дальше будет? А вот что дальше будет? А не наше дело, мы шишку убрали и все. Наконец-таки я свой случай в который раз вам приведу. Вот казалось бы, что общего между удалением аппендицита и геморроем? В 20 лет в армии у меня там приступ аппендицита, такой небольшой, можно было бы его пройти. Зря я согласился на эту вещь, но незнание, самый большой наш враг это незнание. Ну вот, мне привезли в Ейске в больницу, там вода ерундовая. И значит что? Сделали аппендицит, показали такой, значит, отросток, примерно палец толщиной, вот, беленький. И там как? Глаз когда вдаришь, ну что-нибудь такое, кровоизлияние, ну такое небольшое кровоизлияние, а так все целенькое, хорошенькое, можно было оставить, все это прошло и так далее. Ну, как знаете, как воспаление, так небольшое. Ну ладно, сделали аппендицит. Прошло буквально таки вот это заживление недельки три, у меня геморроем. Вот какая связь? Можно так сказать, на уровне физиологии, сама операция ничего там особо не затрагивает. Но есть еще тонкая физиология, со своими там энергетическими каналами, со своими там, может, чудесными сосудами, протоками и так далее, так далее, так далее. Органами, которые совсем по-другому воспринимаются. Этот разрез ее нарушил. И куда, что, как, ну вот так вот геморройчик возник. Чтобы вы понимали, что можно было, допустим, тут же при вот этой вот аппендициты, который у меня был, и поголодать. Если он действительно первый раз это все было, и успокоилось. Если там, конечно, что-то серьезное, ну, согласен, тут операция не без того. Поэтому мотайте на ус. Будете вы лечиться, сколько там, 40 лет от аллергии, и также других болезней. Либо же вы включите свою головку, осветите ее с помощью прожектора знания необходимого. А я выложил спонсорской подписки. Да и так в библиотеке бесплатно. И все это дело решите за вот эти 30-60 дней. И забудете все эти аллергии и прочие недомогания, как страшный сон. Доброго вам здоровьица. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. А для того, чтобы вам помогать.